В 43-м году 22-летняя Валентина Королёва ушла добровольцем на фронт из деревни Тарасовка Дертюлинского района. Были в некоторых городах сначала как обучение, а потом попали на фронт в Германию. Бунцлав, первый город был Бунцлаву городской, немецкий, германский город. Назначили нас наблюдатели зенитной артиллерии. Дали место. Четыре девушки нас. Здесь даже фотографии есть. Валентина Ивановна и еще три девушки несла службу в 4-м отдельном батальоне воздушного наблюдения «Оповещение и связи». Они стали настоящими боевыми подругами. Их дружба продолжилась и после войны. Начали вести службу. Была вышка у нас, с которой мы наблюдали самолеты. Ни одного пропуска самолета никогда не было. Очень хорошо наблюдали. Если самолет появлялся, мы сообщали, куда следует, на пункт направление, высота, количество. И самолет, силуэт какой-либо. Вели службу хорошо. С девушками дружили. В некоторое время было затишье. Мы песенки попоем любимые. Песни помогали боевым подругам не унывать, вынести все тяготы войны. И тот день, когда советские войска одержали победу над фашистами, помнят сегодня отчетливо. В эту весть об окончании войны они вначале не поверили. Нас послали на машине, на грузовой, в разведку. Едем по дороге. Легкаушка начала нас обгонять. И врезалось в дерево. В машине сидели офицер, переводчик и шофер. Офицер сильно поранен, поранила. Мы начали его грузить в машину. Девушка взяла так вот, начали подавать. Девушка взяла вот так его. А у него наган был не на предохранителе. Его еще раз резали. Он говорит, девушки, ведь война кончилась, а я умирать должен после этого. Да что вы, вы, наверное, в бреду, говорим мы, спрашиваем его. Вы, наверное, в бреду. Нет, нет. Смотрите, эти ракеты летают. Это, значит, победные. Ну, он сидит, а мы давай пляжать в машине от радости. Вернулись домой, в эту землянку. Нам сообщают из части свернуть багаж и выйти на просерочную дорогу любыми путями. Девушки поспешно сложили все вещи из землянки и отправились в часть, расположенную в Бунслау. Едем, смотрим, корова идет с цепочкой. Мы говорим, девчонки, давайте корову привяжем к своей кротете. И в часть приведем ее. Все равно понравится им. Они ждут, ждут. А мы с коровой тихонько едем. Встретили нас со смехом, с радостью. Пожили мы у нас недельку на этом месте. Нам объявили домашний адрес. Домой отпускать. И в Берлин мы пока не были. Потом уже остановка была. Нам сказали, девчонки, вы хотите в Берлин побывать? Ну, мы согласились, поехали. Попыли в Берлине. Ну, а потом вернулись домой. Я в Берлине. Я в Берлинский регион. Устроилась работать учителем. В 30 с лишним лет Валентина Ивановна вместе с супругом проработала учителем в Тарасовской школе. В этой семье бережно хранят фотографии. Но самое ценное – это песенник. Пожелтевшие страницы тетради до сих пор хранят строки, выведенные хрупкими девичьими руками. В те страшные сороковые. Вьется в тесной печурке огонь, на полине смола, как слеза, и поет мне в землянке горбонь про улыбку твою и глаза.